Система. Если у тебя боли воздушаются, беги. Ветер принимает у себя, удары ветра. Если у тебя счастья нет, на солнце выходи. Солнце полящее принимай. Если у тебя нету спокойствия, лезь в седьмую воду. Если у тебя есть силы, ползи. Итак, наполняйся энергией природы сначала. Есть две программы. Первая программа. Победа на всю свою жизнь заложена внутри. Вторая программа называется «Здобни и умри». Если не идешь учиться, сдобни. Если идешь учиться, тогда умри. Лечишься, сдобнишь как человек, то есть умрешь. Не лечишься, сдобнись просто. А если идешь на природу, будешь жить. Понятно? Потому что никто не может пропустить в секу, кроме энергии Бога. И у Бога есть всего три силы, которые пробеждают. Запомните. В эти силы не входит антибиотики или противораспалители. В эти силы входит энергия природы, добрые люди и Бог. Энергия природы дает человеку здоровье и самообладание. Хорошее настроение, прощение, спокойствие, способность принять свою жизнь. Энергия природы дает все. Добрые люди дают способность прощать. Ну то есть добрые люди дают силы жить. Но ты можешь все принять, но силы жить у тебя не будет. Нужны добрые люди. Через них есть любовь. Добрые друзья. Что же много в жизни хорошего делать всем? Бог ему дает доброго друга. Добрый друг – это тот, на кого не влияет судьба. На всех влияет судьба. Всем людям вокруг тебя станет плохо и они свалят от тебя все. Когда придет жестокая судьба. Но добрые друзья останутся, потому что на них твоя жестокая судьба. Они действуют. Бог не дает на них влиять твоя жестокая судьба. Ты приходишь к ним, они тебя как любили, так и любят. И они тебя облегчают жизнь. Ты с ними поговорил, у тебя сердце тяжесть снялась великозно. Ты можешь жить дальше. Поэтому надо идти к добрым друзьям всегда. Добрые друзья могут быть старшие, это наставники. Могут быть равные, добрые друзья или младшие, которые могут тебя успокоить. Это Бог людей это ты дает. И Он через них действует. Бог действует не через всех людей, а только через всех, которых Он тебе дает. Как определить, что это от Бога человек? Два, две вещи надо знать, которые определяют, что это от Бога. Труд беде не бросит. Лишнего не спросит. Вот что значит настоящий и верный труд. Понятно? Где не бросают такое что-то лишнего, никогда не проросит. То есть где бросают лишнего, проросит, значит не от Бога. Надо знать, кто верный друг у тебя или нет. Ну а, если ты не знаешь, значит не туда пройди. Итак, жесткая судьба очень мучает человеку. Самодостаточность и учит тому, что надо идти на природу, а не там дома сидеть. Жесткая судьба пришла, иди на природу, не сиди дома. Жесткая судьба пришла, иди к друзьям, а не к мужу или к жене, или к детям, или к родителям. Жесткая судьба влияет через что? Через твое желание счастья. Вот от чего ты счастья хочешь? От добрых друзей ты счастья хочешь? Нет, нет. От добрых друзей мы ничего не хотим, мы их не замечаем. Они как в тени находятся, их незаметно. Они являются испытанием для нас. Нам наша душилость. Потому что мы добрые друзья, что есть, что нет. Они просто рядом находятся, но есть и есть человек. Но когда приходит жесткая судьба, все отваливаются. Эти люди остаются рядом, как и были. И ты раскрываешь их заново для себя. Ничего себе, какой оказался человек. А если тебя сильно тянет к людям, ты их обожаешь. Значит, через них будет действовать судьба. И к ним бежать, когда приходит жесткая судьба, не надо. Понятно? Наставник таким человеком является. Иногда тянет. По-доброму тянет. Не из желания своей мечты, а просто из любви, из доброты, благодарности. Благодарность – это духовное чувство. К любому человеку. Тянет еще из знаний, из чистоты, из благодарности. Можешь тянуть. Тянуть может. Но другие. Другие еще. Чистые. Спокойные. Не жажда. Жажда. Такая. Я лакомчиваю. Это судьба уже есть. Когда ты можешь прийти к человеку, а можешь не прийти. У тебя есть выбор. Это значит от Бога. Бог всегда дает выбор. Он никогда не тянет. Вот все, что от Бога, можешь пойти, можешь не пойти. Как решишь? Актую. Но если тянет, значит, что сусон. Понятно? Жесткая судьба чего делает? Она тебе говорит, научись быть привязанным к полезным привычкам. Научись заставлять себя в 8 утра идти в Зейцовский парк. Научись это делать. Потому что там ты увидишь, как нужно любить природу. Ты получишь этот необыкновенный опыт. Потому что один из главных факторов победы от Судьбы – это когда от других перетекает тебе энергия победы над Судьбой. Одно дело Олег Геннадьевич говорит здесь, а другое дело он бегает и лезет в воду. не потому, что он в нее лезет, чтобы показать, смотри, какой крутой, а просто лезет, потому что нужно жить. Потому что уже двадцать тысяч километров пролетел, пока поездка идет, и надо как-то выживать. Вот он пробежит, начнет тяжело, закончит вверху, и потом постоит в единой воде вместе с вами. Вы посмотрите и захотите так же и тоже. Желание является основой победы над Судьбой. Оно передается, перетекает. И так кто пойдет? О, уже больше, видите, а как-то не все работают. Классно это, мне нравится такой подход. Поняли, зачем надо делать? Чтобы переменять вот эту энергию, желание. Я говорю, пожалуйста, из вас не все залезут в воду. Я говорю, ну пожалуйста, возьмите все купальные принадлежности. А вдруг вы захотите ножки помочить. И когда я пошел в воду, я встал, некоторые люди сами пошли домой. А некоторые мне одно составил, смотрю и говорю, в воду. Пошли все в воду. Одна женщина мне говорила, я не хотела идти в воду. Я посмотрела на вас, вы на меня смотрите, я пошла. Потом я думала, что у меня сердце выскочит из грубей. Оно не выскочило. А потом все, когда вышли из воды, говорят, мы не ожидали, что это так легко. Самое трудное первые две минуты. А потом вообще спокойно все расслабляется, все нормально. Потом все так же в бане отсидели 50 минут. Потом опять в воду. И потом все летали после этого. И потом они организовали чат совместных походов в баню. Я им сказал, после этого мероприятия у вас будет только одна проблема. Они говорят, какая. Вы без этого не сможете жить потом. Потому что когда человек что-то хорошее поймает, он уже без этого не хочет дальше. Ему хочется с этим жить только. Вот так действует полезный опыт. Он очень классно в сознание человека входит. Ему хорошо становится. И так жесткая судьба учит нас чему-то. Она говорит, если будешь к мужу лезть, разрушишь семью. Жесткая судьба это не фокусы и не цветочки. Она действует нейтрально. Она нейтрально действует. Есть такой витиль. Протрек пьяниц. Вот там была жесткая судьба. Один пьяниц принес с собой как бы бухало. Или бухло, я не знаю как правильно. Он принес и говорит, я не знаю, это как бы непроверенная жидкость. Ну вроде говорят, нормально все будет. Жесткая судьба. Не пей, все будет нормально. И как бы им они говорят, ну сам тогда выпей, проверь на себе. Говорит, ладно. Такой налил стопать. За наше здоровье. И раз такой, толпанул. И сразу вдруг они щупают. О, пульса нет. Все, капец. Двое сидят такие. Думают, блин. Неужели это отрава? Думают, думают, короче. Какой налил стопать? Один говорит, ну я, вообще, могу много чего выдержать. Давай на мне проверим. Говорит, давай. Раз, он налет такой. За наше здоровье. Раз, брыг, лежит. Пульса нет, все готово. Последний остался. Такой сидит, блин, неужели отрава? Что за хрень вообще такая? Ну они много лет собирались. Все нормально было. А тут жесткая судьба пришла. Он пошел, короче, там звонит. Говорит, алло, это скорая помощь. Приезжайте, пожалуйста. Там трое про пьяниц лежит. Они что-то выпили такое непонятное. И сейчас могут погибнуть. Вы, пожалуйста, быстрее приезжайте. Вот. И положил в трубку. Сел такой. За наше здоровье. Оп, готов, короче. Это жесткая судьба. Понятно? Не лезь, ничего не будет. Вот они лезут, ругаются друг другу. Пружина сближается вот так. Сжимается. Можно полностью вот так быть вместе или нет? И через пружину они отжают. Жесткой судьбы. Можно она? Нет. Она сожмется за определенный степень. И они разошлись, как море кораблей. Расстались навсегда. Не лезь. Жесткая судьба действует циклом. Она не действует вечно. Тяжелая судьба тоже циклом. Она началась, прошла. Жесткая судьба началась. И надо сдать экзамен. Экзамен такой. Наполняйся силой от природы, от добрых людей и от Бога. Вот привяжись к этим трех силам. Когда ты к ним привяжешься и не троизуешь твой тягу к близкому человеку. На этом экзамен закончишь. Учеба, что надо привязываться к правильным вещам. А свои желания надо нейтрализовать в служении. Вот если ты привязан к мужу, служи ему. Если привязан, допустим, к жене, служи ей. То есть нужно с служением нейтрализовать свои желания. Не третировать близкого человека, а служить ему за волосами. И так надо побеждать судьбу. Судьба через желание действует. Понятно? Но когда жесткая судьба, она говорит, все, теперь ты не можешь удовлетворять свои желания. А людям так не нравится. Я хочу, я хочу. Что такое вообще? Он ничего не понимает. Лезет туда. И получать полнос вот все время. В мутиках вы наверное видели, да, такие эпизоды. Когда кто-то куда-то лезет, первый раз удар, какой он отлетает, опять лезет. Второй раз удар, он отлетает, претерал. Такой же синонат. такой лежит и уже не лезет больше. Это жесткое чувство. Понятно? Кто из вас так лез, лез и разрушил семью? Могли не разрушить. Жесткое чувство означает успокойся, подожди. Не торопись, подожди, все будет хорошо. Пройдет жесткий период и все, договоритесь, все решите. А сейчас невозможно, невозможно. Она нейтральную природу имеет жесткость, она не навязывается сама, тебя не мучает, не трекирует, агрессивно себя не ведет, просто не лезет. Вот если агрессирует человека, бросается за тебя, это уже не жесткое чувство, это жестокое чувство. А жесткое, это когда никто тебя не трогает, не лезет, не суют, не суйтесь. У меня один знакомый духовную литературу воспространял. Стоят в этот кружочек люди, выпивают. Жесткая судьба. Он говорит, идите духовную литературу. Они на него смотрят и говорят, слушай, мы тут выпиваем. Иди вас подставим на другие минуты. Он говорит, а я вам хочу распространять. Он говорит, что поморки хочешь? Он говорит, я хочу вам, я не хочу поморки, я хочу духовную литературу вам распространять. Тот поворачивается. Как дал? С визгалом пошел распространять духовную литературу. Другое место. Что это значит? Не суйся. Тебе сказали, иди в другое место, иди в другое место. Что ты лезешь? Понятно? Не лезь бы и не трогай, но не по-доброму говоришь. Отстань, как у нас. Мы тут пьем. Система ясна. Но он был счастливый. Потому что он служил Богу. Он радостно принял судьбу. Он хотел еще раз пойти. Уже с фенгалом. Ну передумал. Он уже понял эту закономерность, что будет старый фенгал, потом пей. Все понятно? Ну то есть, как бы мы ни хотели, как бы нам даже духовную литературу распространять. Жесткая судьба не лезь. Закон ясен? Все. А может, только и такая жизнь? Нет. Нет. Абсолютно никакая. Итак, тяжелая судьба выполнять свои обязанности. Лезь. Допустим, ты пришел, ставят кружочек. Люди выпивают. Ты говоришь, хочу распространить духовную литературу. Они говорят, а что с литературой? Мы тут выпиваем. Мы не хотим твою литературу. Но они не угрожают, ничего. Просто не хотят. Тяжелая судьба. Он говорит, нет, вам надо хоть послушать меня. Да, встань, как мы тут выпиваем. Ну давайте я вам расскажу, как это важно. Ну давай. Послушали и взяли духовную литературу. Это тяжелая судьба. Ты старался, получил результат. Жесткая судьба – это когда ты их не трогаешь, они… и не трогай. Они, если затронешься, убьют. А есть еще жестокая судьба. Человек идет распространять духовную литературу. Никого не трогает, никуда не лезет. В немужники подходят. Берут сумки с духовной литературой. Говорят, пошел вон. И умосят у него. Он кричит имя Бога. Это реальная история была. Кричит имя Бога. А-а-а-а-а. Кричит имя Бога. Короче, прибегает милиционер, избивает этих. Кричит сумки отнимает, ему отдает. Говорит, иди, и все нормально. То есть, жестокая судьба, когда приходит, чем она побеждает? Молит. Но он сделал все правильно. Второй случай – сделать все правильно. Ладно. А вообще всегда бывает хорошая? Какая? Всегда хорошая. Всегда хорошая? У вас бывает. Это была шутка. Так не бывает. Так бывает только враги. А здесь не рай. Мы не туда попали. Детский анекдот вспомнил. Алло, говорит, это булочная? Нет, сливочная. Там где сливки делают? Нет, там где говно сливают. Смешно? Мы не туда попали. Была обычная, Олег Геннадьевич? Нет, сливочная. Всегда бывает хорошая судьба? В раю. А здесь сливочная. Здесь не булочная. Мы не туда попали. На земле не бывает всегда хорошей судьбы. Потому что сюда специально попадают, чтобы сдавать экзамен. Здесь не рай, мои дорогие друзья. Это другой уровень жизни. В раю всегда бывает хорошая судьба. Счастье в раю. Счастье в раю. Вот девушка просто жизни жила в раю. Что, брат, вы? Да, да, вы. Не помните? А? Не, не шутка. Вот на первом ряду девушка в прошлом жизни. Как это узнать? Когда человек в прошлой жизни жил в раю, то ему снятся очень красивые сны. Такие балочки там, вода такая река большая, длинные красивые. Да? Снятся такие сны? Нет? Что, забыла? Если наоборот. А если наоборот, то наоборот. А? Сливочное. А? Сливочное. 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 А в раю. Сливочное. Что там оставили? Что? В прошлой жизни. Сливочное. Сливочное. Вот вы в раю будете тоже в прошлой жизни. Светлые волосы. Да? Светлые. Красивые сны снятся. А? Тоже плохо помните сны. Тоже плохо помните сны? Ну вот когда человек троих был, ему сняться такой, знаете, признак райской, райской энергии. Перестать, я шучу, переставать. Переставать экзамен. Я хочу страну чудес, где растет до неба лес, где течет любви река, отражая облака. Это райская планета. Я видел тоже во сне. Видел такие образы. Огромные деревья, реки просто как моря, такие огромные, просто огромные планеты. Я видел. Небо очень чистое, высокое. Красота такая. Нету Манхетина. Там нет цивилизации. Там все очень ток и природа. Так, шесткая судьба зачем нужна человеку? Она же нужна. Вот судьба просто так приходит. Она нужна. Надо это понять. Как принять судьбу? Надо понять, что она нужна. Люди отказывают. Мне не надо это. Почему так? Я не могу с кожей поговорить. Психолог поможет? Нет. Поможет знание, что облегчает всю свою любовь. Природа, добрые люди и Бог. Три силы. Иди в кран, иди к другу, иди на природу, а здесь все же. Куда конкретно, когда идти? Если у тебя портится настроение, портится здоровье, нет работоспособности, нет сил, если у тебя обида, если у тебя гнев, тогда иди на природу. Совершай остежи. Вообще, в целом, природа – это основа, фундамент для победы над судьбой. На нее всегда надо идти. Потому что всегда, когда приходит судьба, теряются силы в человеке. А силы дает природу. Когда у меня стресс пришел ко мне первый раз, такой жесткий, в 2005 году, в конце 2005 года, то я молился. У меня тогда очень серьезно занимался, по-моему, так. Но мне ничего не помогло. Я терял силы. Самая главная проблема была – я терял силы. У меня не было, как бы, психических каких-то сложностей, у меня не было силы. Я не мог спать нормально, не мог есть. Я терял силы. Я инклютивно, когда совсем плохо стало, я пошел в лес, начал гиполиз. Мне, я смотрю, становится лучше. Когда я начал изучать, что такое энергия природцы, в тот момент я начал задумываться серьезно над этим. Как это работает, что… Не только молитва, оказывается, побеждает человек, помогает. Также есть силы, которые помогают в других случаях. Часто люди, которые занимаются неполной практикой, умирают от рака, умирают от инфекций тяжелых. Почему? Потому что они не понимают важность энергии природы в жизни человека. Потому что мы же живем в теле, в материальном теле, оно нужно… У тела есть два вида питания. Есть питание ням-ням, а есть питание природы. Вот насчет ням-ням мы все знаем, а насчет питания природы мы ничего не знаем. Мы не знаем, что мы в цивилизации свои обрубили себе питание природы. Поэтому у людей сейчас остыния, они не могут жить вместе. Главная причина разрушения семей сейчас, колоссальная проблема общества заключается в том, что людям не хватает сил быть вместе. Вот, допустим, если энергии воды нет, то люди начинают становиться раздражительными нервными. Женщины не переносят никого рядом с собой. Мужчины злятся. Это не хватит энергии воды. Если люди рядом с водой к морю приезжают, они успокаиваются, перестанут взлятся, обижаться. Энергия воды начинает наполняться легче жизненно. Когда не хватает энергии воздуха, то люди становятся холодными друг к отношению к другу. У них нет желания быть вместе. Нет веры, что у них все нормально. Холод между ними, холод. Нет сил жить вместе. Никогда не хватает энергии солнца, что люди несчастливы тут с другом. Нет настроения общаться. Нет счастья. Нет любви. Энергии солнца. И все твои печали за черною водой. Ладно. Жесткая судьба приходит для того, чтобы человек научился правильно жить. она переключает, переключает для человека. У нас тумбер сломан. Мы научились работать, научились заботы, заботы, домашние дела, работа, телевизор. Но выходить на улицу мы разучились. Мы разучились наполняться. Мы научились расходоваться. И для того, чтобы человек научился наполняться, для этого приходит жесткая судьба. Это хорошая судьба. Она просто лучше, чем... Не лезь туда, все, иди наполняйся. У тебя уже нет возможности. Дальше будет геморрой, будет разрушение. Добрым людям когда надо идти? Когда у тебя социальные силы кончаются? У тебя рушится семья, отношения рушатся. Ты не знаешь, что делать. Нужна помощь. Рушится работа, рушатся отношения с детьми, со старшими. Идешь к друзьям. Зачем? Они тебе могут... Они, может, и психологи, они не знают. У них знаний нет, что делать. Зачем ты к друзьям идешь? Затем же, что электромобиль подъезжает к гаражу. Он зачем туда подъезжает? Заряжаться. Заряжаться. Понятно? Надо заряжаться с добрыми друзьями. Они тебе дают силы. У тебя появляется спокойствие. Как в песне поется, с болью уйдет, как таврая вода. Если ты с добрыми друзьями будешь шерчаться, с болью сердце уйдет. Оставит тебя печали, проблемы. Спокойно станет, хорошо. Значит, ты Богом наполняешься от них. Бог берет и судьбу побеждает через добрых друзей. Они как портал являют, через который энергия Бога наполняет тебя. Ты пришел куда надо по назначению к добрым друзьям. Как раз это и есть розетка в гараже, от которой электромобиль наполняется электрическим током, чтобы ездить дальше. Тебе, чтобы жить, нужны добрые друзья. Ты побыл рядом с ними, получил энергию через них Бога. Они тебя наполнили энергией Бога. И ты его и пошел жить. Понятно? И так ты сможешь перекантоваться, пока идет жесткая судьба. Ребята пянут все время по мозгам, а туда лезть нельзя. Как определить, что лезть нельзя? Один раз полез, получил по носу. Второй раз полез, получил по носу. Бог любит. Дальше четвертый уже не надо. Понятно? Три раза достаточно, чтобы понять, что это жесткая судьба пришла в твою жизнь. Запомнили? Два раза может быть еще мало, а три раза достаточно. Три скандала подряд. Три раза пытаешься объяснить свою правду близкому человеку. И три раза получаешь другую правду в ответ. И все время жесткий, непреодолимый, жесткий, несправедливый скандал возникает. Глаза близкого человека стеклянные. Он тебя не слышит и не видит. Но не против тебя. Разводиться не хочет пока. Но у него своя правда, не твоя, а своя. Вот у вас жесткая судьба на третьем ритуале, девушка. Вы, вы, ничего, оборачивайтесь. Да. Не чувствуете? Не лезь. Козленочком станешь. Понятно? Запомнили? Ну, а. Не страдай с людьми. Моим родителям, как и было это дело. Ну, кажется, что жесткое, но это на протяжении всей жизни. Не лезь. Не лезь. И вырученный вот такой мужчина постоянно. На пружине живут. Не сдали экзамены. Не сдали экзамены. Если жесткая судьба пришла, ты не сдаешь экзамен, судьба закончилась. Вот прямо сейчас можешь помириться, можешь сдать экзамен и живи счастливой. Не сдают экзамен, дальше пружину натянул, так она остается. На пружине стабилизировались. Но они не видят дачи, не видят голубой росы, не видят голубой росы. Мы наслаждаемся друг другом, наматываем круг за кругом. Упряжки беговые псы, не видя голубой росы. Мы наслаждаемся друг другом и отдаем приказы слугам. И так далее. То есть человек хочет счастья от другого человека. И не понимает, что одно из этого человека может придти счастье, а может не придти. Это все циклично. И поэтому, если нет от него счастья, или от природы, добрых друзей, от Бога, от которых всегда идет счастье, всегда бесплатно, и всегда доступно. Иди и получай, но нам это не надо. Нам не интересна природа, добрые друзья не интересны, кран не интересен. И только когда человек получает знания об этом, он радуется природе, радуется добрым друзьям, и ценит их по-настоящему с этого момента. И радуется Богу в храме, молитве и духовном мероприятии. Все это значит, что человек все понял, где надо брать силы. Она на жестокую судьбу не переключает. Она очутывалась и хочет ждать сдачи. Это жестокая судьба, это когда ты не лезешь, тебе лезут. Ни за что, ни про что. Ни за что, ни про что, просто тебя убивали. Мужик стоит, у него другой, подошел в моду. Тот говорит, за что? Он говорит, было бы за что вообще убил. Это жестокая судьба. Запомнили, как она лезет. Было бы за что вообще убил. Так же жестокая судьба. Есть такой Моисей. Он полез в гору. Всего. Для того, чтобы нам, придуркам, объяснить. Не самому объяснить, а с помощью Бога. Потому что, думайте, поверили. Что есть жестокая судьба, бывает. Которая человека не щекит. И для того, чтобы с ней не связываться, надо вот имя Бог прямо на камни высек. Он не пошел с долотом там, с зубилом, или со свинельной машинкой. Он пошел с пустыми руками туда. И пришел с камнями, на которых надпись написал кто-то другой. Кто написал там все? Бог написал для людей. Написал. Не прелюбодидействуй. Не изменяй жене. Не убивай. Не воруй. Не клевещи на человека. Не разрушай его репутацию. С другого человека. И так далее. Что это за действия такие? Это действия, которые за красной чертой находятся. После них наступает жестокая судьба. Если ты туда не лезешь, у тебя в жизни не будет жестокой судьбы. Но если ты туда полез, это твои проблемы. У тебя есть только один вариант. Раскарившись вернуться назад. Потому что без раскаяния ты не вернешься назад. Ты должен возвращаться с другим настроением. Ты шел туда как герой. Возвращайся как мышка. Ну то есть возвращайся и говори. Шакал, я по шину все ворую и ворую. Понимаете? Возвращайся смиренно оттуда. Как ободранный пес. И тогда Бог тебя простит. Ну если ты возвращаешься, что я таком-то делаю. Да нет проблем. Получишь то же самое. И все. И посмотришь, что ты такое сделал. Сам увидишь своими глазами. Обычно жестокая судьба. Для... В худших случаях приходит сразу. В лучших случаях приходит в следующей жизни. Может приблить через несколько лет. Но жестокая судьба делает три вещи. Первое. Рушит у человека правильное восприятие вещей. Человек уверен, что можно изменять. А что же это все изменяются? Нормально. Вот. Она разрушает у человека любовь к жене и даже к своим детям. То есть человек изменил, и ему уже детям не нужны. Все. Он как будто стеклянный. Он не любит никого. Своровал, думает, так и надо жить. Нет проблем. У него все нормально. Когда человек проходит эту красную линию, Бог отворачивается. Вот так все. Совесть не работает в этом. То есть человек выключается, здравый смысл. И люди удивляют. Как можно так вообще пошкодживать, вообще воспринимать мир? Так действует жестокая судьба. Она отключает у человека совесть. Он не чувствует совесть. Бессовестным становится. Как это в мультике про Снежную королеву. Кайкер увидел Снежную королеву, у него холодное сердце стало. И он уже перестал любить гены. Все же. Это про жестокую судьбу. Понятно? О жестокой судьбе поговорили завтра. Поговорим завтра также о том, как побеждать судьбу. А послезавтра у нас будет очень важный день. И мы будем учиться побеждать судьбу. У нас будет правило. Мы будем учиться повторять монетру. Мы будем учиться повторять аннируи. И когда мы придем в послезавтра, надо можно с собой коврик взять, одежду такую спортивную, чтобы сидеть на сцене. То есть можно не только на стуле, можно стоять вдоль стены. Там у нас будет специальное мероприятие. Такое целый час мы будем повторять громко аннируи. И до этого я буду настройку давать, как это делать. Вам показывать примеры. И мы будем учиться собеждать судьбу. И с нами подключится еще человек 500, 600, 700 со всего мира. Потому что это долгожданное мероприятие, для многих людей все ждут, что вместе, совместно молиться огромной силой. Какие вопросы с поляпцией? Можно? Да. Я очень хотела спросить, а как эффективнее? Вот каждый день ходить, допустим, по 12 километров. Или в один день, в разную неделю, в 4-5 часов? Вот смотрите, когда вы ходите 12 километров, вы очищаете примерно 2,5-3 птичатых слоев. Каждый день так делать не надо. Вы переутомитесь, это слишком много. И вы, так оставшиеся два слоя остаются неочищенными, и в результате у вас создается дисбаланс. Точно так же, когда человек в спортзал ходит, он часто тренируется, у него первые три слоя очищаются, а остальные два остаются неочищенными. И человек получает хронические заболевания из суставов, позвоночника после этих тренировок. Поэтому надо, не то что эффективнее, а надо ходить раз в шесть дней 4 часа. Когда человек 48 минут идет, он очищает один психический слой. 48 на 5, получается 4 часа. 4 часа 21 километр он очищает все 5 психических слоев. А бегать надо, ну там от разной скорости, чем быстрее, тем быстрее чистка. Вот бежать 17 километров, в моем темпе, чем быстрее бежать, он может за 16 очистить километр. А если медленнее, то за 17, запустим, 18 километров. Вот на сайте торченок.ру есть раздел материала. Там в этом разделе есть расчет времени освежения. Нажимаете на бегущего человечка. Выставляете расстояние, которое мы пробежали, и время. И внизу будет цифра 5. Цифра 5 ровно означает 5 слоев с тысяч. Вот надо на 5 всегда все делать. То есть всем надо дать твою удачу. Рассоединить тоже нормально. Нормально. Да, да, сейчас заканчиваю. Как я делаю? Все, входили? Так что надо чередовать. Вот вы сегодня ходите, завтра стоите, послезавтра поститесь, потом дальше в спортзал ходите. В спортзал тоже хорошо, потому что нужно укреплять мышцы еще. Но это не пчетника долголетия, продвение жизни, очищение психических слоев. Это просто укрепление организма. Я тоже зарядку делаю. Все надо чередовать, гармонично жить надо. Понятно? А если бассейн 40 минут, а потом сауна? 40 минут какая температура? Комнатная бассейн. 22 градуса? Да, опять слоев. Потом сауна, потом бассейн 10,5 минут и все, отстреляетесь. Если от холодной воды ноги сводят? Если от холодной воды ноги сводят, значит 28 градусов. Значит, вам нужна именно вода, но чуть-чуть потеплее. И надо в ней долго находиться, чтобы очистить свое от статического напряжения и эстетическое тело. И это и есть ваша задача в жизни. Вам Бог показал через то, что ноги сводят, что вот один надо заниматься. У меня тоже от холодной воды сводило ноги. Я с пятого раза только прорубь мог раньше зайти. А сейчас захожу как в масло. Не горящее, а такое приятное. Ледь копался, так раз и все. У меня в Минске была там спа. Они привели туда меня. Там 0,2 градуса вода. Облаждают ее. Понимаете, что такое 0,2 градуса? Вот. И я зашел, вообще нормально. Ничего не свело, не отключено. Простоял, потом погоню. В 20 минут парню из меня холод выкрируют. А потом только нагреваться. А в прорубе сколько достаточно? В прорубе. И вот начиная с 4 градусов, всегда 4,5 минуты надо сделать. До нуля, с 4 до нуля. Это все одинаково. Организм реагирует. 4,5 минуты. К соленой воде относится ваша программа? А? Если в соленой воде стоять так же, то программа не побольше. В соленой воде? Да. Да? На озере всего. Что, есть такое озеро, что оно прямо держится на воде? Да. У вас есть такое озеро? Да. У вас есть такое озеро? Да. Завтра напомните мне об этом. И вам повезло, вот женщина, которая с ребенком, который не разговаривает, что у вас есть такое озеро. С водой, в котором человек может на нем лежать, и никто не тонует. Это же разговаривает, что летом есть возможность готовить. А 120 грамм на 1 литр, 120 грамм соли на 1 литр воды? 120 грамм соли на 1 литр воды. И можно так лежать, да? Можно дома так сделать, да? Можно так, можно так. Нет, так и получше. Я думаю, что дома нельзя, это долго размешивать надо будет. Может быть неделю. Короче, когда ты следишь в такой соленой воде, то еще динамическое напряжение чистится, а не только статичное. То есть по времени это меньше, да, за ним чистится? Нет, то же самое по воде, то же самое время, но плюс динамическое напряжение всегда чистится одинаково в такой воде. Когда человек находится в такой воде, которая не тонет, то 30 минут очищается один слой. Это... Вот я в Мертвом море, там тоже объявление, там два с половиной часа лежу на солнце. У меня солнцем чистится пять слоев. Солью пять слоев и водой пять слоев. Я очищаю все. А? Ну, это тогда человек не вылечится, ребенок, чтобы вылечить, надо два с половиной часа. Ну, это, конечно, если там очень холодная вода, то это очень опасно. Там вода должна достаточно теплая, чтобы долго лежать. Ну, а камера, где бежишь, там же специально подогрев. Соль? Да. О, классно. У вас есть такая штука? Там соль есть. Вот, такое тоже можно в соревной комнате, если находишься там с подогревом. Да, нормально. Там, и там долго можно находиться. Там, ну, программа на целый час. За час и лишь, то есть, ты сначала музыку включаешь, потом выключаешь. Прекрасно. Вот за час все пять слоев выключают. Все, вот этого ребенка водить раз в четыре-пять дней. И пассивная чистка будет в соревной комнате. Вот по часу лежишь там, и у него будет динамика чистится. А в простой воде статик очистится. Вверх ногами тоже статик, и возле деревьев тоже статик. Так что пассивная динамика будет чиститься, через полгода можно избавиться от того, что он не разговаривал.